В Национальной Федерации волейбола рассказывают, в прошлом году Харьков успешно справился с проведением этапа чемпионата Восточноевропейской Зональной Ассоциации. Поэтому в нынешнем принято решение о проведении в городе сразу двух международных турниров. Один из них – этап чемпионата Европы по пляжному волейболу «Сателлит». Игры стартуют 7 июля в 2 часа дня. В них примут участие 34 команды из 19 европейских стран, 4 команды – из Украины. Мы даже перевернули ожидания. Это уровень и количество участников, их представительство. Ведь на кортах Парка Горького вы сможете спостерегать за грою проведенных команд Европы, среди которых есть призеры как чемпионата Европы, так и чемпионата света. Я считаю, что мы готовы принять этот международный турнир. Уровень подготовки очень высокий. И я считаю, что с командой профессионалов такого высокого уровня по-другому быть и не могло. Утром 8 июля на кортах Парка Горького за место на юношеской олимпиаде 2018-го в континентальном кубке будут бороться сборные по пляжному волейболу Азербайджана, Бельгии, Дании, Чехии и Украины. Две лучшие команды попадут на финальный отбор, который пройдет уже в следующем году. Такой турнир мы давно не играли дома, поэтому цели для нас максимальные. Минимум это, наверное, пьедестал для команд наших, для меня лично. Мне очень радостно, что турниры набирают обороты. В том году мы провели Евзу. Достаточно неплохо приехало, достаточно много к нам команд. В этом году мы взяли себе с этой элиты в Украину. Это значит, что наш волейбол развивается. Пока харьковчан в сборной по пляжному волейболу нет, говорят в Нацфедерации. Но многие игроки команды прошли обучение именно в Харьковском высшем училище физкультуры и спорта. По поводу развития и воспитания. Вот как раз в этом году мы открываем отделение именно пляжного волейбола в интернате. И будем взращивать своих молодых юных спортсменов, волейболистов, которые, я думаю, с честью представят Харьков и Украину на Олимпийских играх. Набор на отделение пляжного волейбола в училище стартует с 1 сентября. Возраст детей – 12-13 лет. Оксана Зинковская, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».